жаль что я не могу вам передать конечно запах видео не передает запах запах такой специфический это гаражи так называемые гаражи понятно что это не гараж и такая трансформаторная будка вот гаражи какие-то сарайчики это место для разборок а-ля 90 и когда вы были маленькими в школе мы разбирались вот эти вот разборки разборки кто кого кто кого там как назвал кто кому там чего там все за гаражи возле школы были гаражи железные такие серьезные там не было взрослых там можно было спрятаться сегодня открываю новости читаю информацию о том что глава сбу баканов и глава офиса президента украины богдан подрались и якобы баканов выбил богдану зуб эту информацию от одного журналиста подтвердила и главный редактор издания левый берег соня кошкина которая утверждает что она проверила информацию информации соответствует действительности через несколько часов буквально через там часов 10-12 после этой новости офис президента опроверг что это не так что эта информация не соответствует действительности это плохо с любой стороны с любой с какой стороны вы не посмотрите информационное поле страны в котором возникают такие месседжи такие новости что глава сбу подрался с главой офиса президента и несколько часов все интернет сообщества это обсуждает это нас с вами опускает вниз на дно это не дно власти не важно подрались они или нет важно что общество воспринимает эту информацию как правдивую нет таких в обществе пользователей в интернете вчера и сегодня утром таких пользователей которые бы смеялись над этим и говорили бы что это ребята ну это какой-то фейк это неправда все обсуждают эту информацию общество к этому готово общество уже к этому готова к таким новостям правда это или нет не важно вот так мы с вами опустились на самое дно это днище и мы там роем 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 мы уже как общество с вами не как власть а как общество мы готовы к таким новостям и готовы обсуждать мы готовы обсуждать проблемы вот драки между главой избу и офисом президента куда уже ниже там куда да есть куда ниже депутаты проституток заказывают прямо на рабочем месте во время голосования но куда ниже да можно еще ниже это можно усиливать это можно продолжать этот информационный повод вот обсуждение вот этого дна можно давать ежедневно мы можем каждый день с вами слушать владимира зеленского который вот недавеча как вчера в тернополе заявил о том что он снова он президент кому еще зеленский не рассказал о том чтоます ему же рассказал он встречается очень приятно царь царь очень приятно очень приятно царь владимир зеленский встречается с добровольцами с избирателями я же президент обсуждало есть неприятие общества неприятие обществом добровольцев вот это вот закрикивание я на зенкевич во время выступления и и в верховной ради президент говорит но я не знаю я не видел я конечно посмотрю но я когда шел сегодня вот по первому этажу мне тоже качали гоньба а я не ниже чем народный депутат в каком смысле не ниже у нас кто-то есть выше кто-то ниже как может быть президент выше или ниже народного депутата что комплекс наполеона какая разница кто какого роста какая разница кто какого статуса народный депутат имеет такой же статус как и народный президент президент украины это одинаковые должности просто один отвечает за одну часть вот за одну сферу другой за другую один отвечает за законодательство другой отвечает за внешнюю политику ну как это разные ветви власти он считает что он не ниже, чем депутат. То есть он как бы еще главнее. И обижается на то, что ему кричат гоньба. Ему кричат гоньба. По причине, по конкретным причинам. По какой причине кричали гоньба, Яни Зинкевич? А? Обсуждается. Несколько дней уже. Практически из каждого утюга звучит. Маруся Зверобой, София Федына. Маруся Зверобой, София Федына. Обсуждается вот этот вот эмоциональный спич Маруси и Софии. Вчера Илья Кива открыто, вот есть видео доказательства этому, его не сложно найти в интернете, открыто говорил человеку, я тебе сейчас голову отрежу. Что? Мы это будем обсуждать? Это интересно? Это депутат? Нет. Это абсолютно не обсуждается. Никакого заявления в прокуратуре, я так понимаю, власть, слуга народа не подает. Они только защищают бубочку. Этого бусечку. Это вот целый какой-то, я не знаю, сегодня пласт информационного, информационной войны такой, информационного какого-то навала. Держите все. Мы будем защищать нашего президента. Президент не должен нуждаться в защите. Он, быть может, нуждается в поддержке, но не в защите. Вы все защищаете президента, действующего президента страны, который всем рассказывает, я президент, я президент, да в курсе мы, что ты президент, вот, уже больше, чем полгода президент, и что? В каждом ролике я говорю, и что ты президент, и что? Ну и? Вы его защищаете, защищаете, защищаете. А защищать нужно не его, а его действия, его шаги, и его политику, и его план. Как только я начинаю спрашивать у людей, которые защищают Зеленского о том, собственно, в чем заключается его политика, они тут же сливаются, говорят, что ты парохобот странный. Как так? Почему? Я не знаю. Я не знаю. Действительно ли Богдан отдал зуб за правое дело, я не знаю. Мне это не важно. Когда дерутся депутаты различных фракций в парламенте, это всегда позорно, но, честно, вот, честно, положа руку на сердце, я всегда рад этому. Когда они дерутся, это означает, что у них нет консенсуса, они не могут договориться, и, скорее всего, они представляют разные слои общества. Людей разных, с разными взглядами, с разными политическими взглядами, с разными, быть может, экономическими взглядами, по-разному. Наше общество по-разному видит политику. И если мы выбираем разных депутатов, и они не могут договориться между собой, это хорошо. Если это доходит до того, что они даже начинают друг другу бить морды, это хорошо. Это позорно. Хорошо бы, чтобы этого, конечно, не было, но это депутаты. Это нормально. Это значит, что они не смогли договориться. Когда депутаты все голосуют вот так одинаково по руке Чечетова, это значит, что они договорились и тырят наши деньги. Это обычная практика. Вы представьте себе вот такой конфликт в парламенте, например, России. За последние 5-7 лет, чтобы в парламенте России была драка между представителями каких-то партий. У них одна партия. Они обо всем уже давно договорились. Они разделили все деньги. Они знают, что каждый там выполняет приказы партии рулевого. Никаких проблем с этим у них нет. А у нас, если будут такие драки, будут такие непримиримые противоречия, это норма. Это нормально. Не нормально, когда в информационном поле появляется информация о драке между главой СБУ и главой Офиса Президента. Не личностями, не на вечеринке, не на дне рождения. Не тогда, когда они там выпивают, например, кто-то перебрал лишнего, кто-то кого-то толкнул, не заметил и так далее. Как это бывает. Бытовая ссора. Это драка между... Возможная драка. Я не утверждаю, я не видел и не видел Беззубого Богдана. Хотя, конечно, прикольно было бы посмотреть. Это драка между одним и другим человеком, который занимает определенные должности. И это команда президента. Это представители одной и той же команды. Как? Вы, вот я обращаюсь к власти, вы довели информационное поле страны до такого момента, когда народ это воспринимает обычно. Ну, подрались, да и подрались. Да и что теперь? Возможно, там они убьют кто-то кого-то. Ну, так а что теперь? При Порошенко, что ли, было лучше? Это просто ужасно. Ужасно смотреть за такими информационными событиями. Я не знаю, как это вообще комментировать. За гаражами. Вышли бы за гаражи, набили бы друг другу морду, никто бы не знал. Между прочим, это гаражи где? Это гаражи прямо на Майдане независимости. Увы и ах. Вот и наша страна, к сожалению, часто выглядит вот так. Если пройти сюда буквально 30 секунд, вы будете в самом центре Киева. Крещатик, Майдан независимости. Майдан независимости. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это непонятная споруда, вот пожалуйста, снимите вот это, что это такое, я не знаю, что это такое, но это никак не похоже на Европу, никак, хотелось бы изменения, изменения в стране, изменения в информационном поле, я хотел бы, чтобы страна не выглядела вот так, чтобы были изменения, но хотя бы мусорники уже прикрыты. Чикен, чикен макнаггетс, подписывайтесь на канал, вот это мусорное информационное поле, к сожалению, некому разгребать, кроме украинских блогеров, вы видите, тут аватарка, тут слева справа видео, которое нужно обязательно посмотреть, подписывайтесь, поддерживайте украинских блогеров, пока. А если ты от жизни от такой устал, может быть вернешься в свой вечерний квартал?